добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна я рада вас приветствовать на своем канале сегодня я начинаю новую вышивальную неделю надеюсь она неделей будет ну судя по прошлый у меня вроде как все получилось вот им я буду начинать наверное эту неделю вот с этой кошечки я ее закончила вот только что снимать вы еще смотрите может быть то видео видео еще даже не смотрите очень смонтировал но я уже начинаю другой вот эта кошечка будет я ее повышеваю может сегодня завтра потом отложу и займусь другими процессами здесь у меня уже 30 процентов вышито здесь немного небольшой сюжет немного крестиков осталось я уже показывал что вот она есть рамочка мне просто уже даже интересно мне на войдет войдет вроде входит надо чтобы вот это место попало вот вот сюда в угол да вот так вот чтобы она была и но вроде как вот вот край вроде как все вот здесь да, вроде как все нормально входит, ну и вот здесь тоже главное, чтобы вошло все-все вроде как ну впритык, конечно, будет, почему я такого размера взяла рамочку, я уж ну сейчас уже не помню, несколько месяцев прошло чем я там руководствовалась я, наверное, посмотрела по размеру здесь не пишется в сантиметрах вот у них, пишется 80 на 120 клеток, но это вот как раз что-то там по саге 13, ну на 30 каунте 13 с чем-то на 2 по-моему вот такой размер так идет здесь, и здесь нету если кто берет эти наборы от искусницы, имейте ввиду, иголки там нет у них, как и в студии помните, раньше не было, но мы добились чтобы иголочка была уж я не знаю, насколько она там удорожает этот набор, если ее положить ну копейки же стоит иголка сколько сейчас стоит например, набор игол не набор, но там, по-моему, 25 штук от гаммы что-то 100 рублей последний раз покупала что-ли было ну вот, ну еще дороже, что ли, станет нам так, дальше такие вот еще у меня есть сюжеты которые я начала на прошлой неделе я посмотрю, я пока, честно сказать, не знаю наверное, это тоже продолжу и хотелось бы еще продолжить сливы не то, что их продолжить а вообще закончить даже ну не на этой, хотя сегодня 23, да, когда у нас там заканчивается месяц ну, а, на следующей неделе еще 30 31 будет, вот, может на следующей неделе и как раз их еще довышивать и закончить мне хотелось бы уже вот этот сюжет от МП Студии так он называется, по-моему, сливы что ли, как он там, господи садовые сливы не важно, сливы просто и все вот, и этот сюжет закончить есть у меня уже планы что еще дальше начинать но все посмотрим все, все, все зависит от от меня, от моей занятости, да в принципе, все с огорода убрано практически осталось теплиться ну, пока ее не хочется убирать пока все растет вот, есть, конечно, такие моменты как, например срезать там цветы приготовить к зимовке что-то лишнее убрать цветы какие-то там, георгины сегодня каны вот у нас убило морозом выкопать все такое вот, такая вот работа она осталась, конечно же потихоньку я это буду делать еще у меня бронеры остались это я все потихоньку буду делать вот, поэтому все это будет перемешку с делами и с вышивкой вот такой прогноз у меня на будущее пока что вот так так, ну ладно по поводу а, еще я наверное к концу недели успею вот получить несколько своих заказов с Азон да, я уже так, знаете, хожу думаю, закройте этот Азон нафиг зачем вы его здесь открыли это же ящик Пандора просто для меня я просто не могу остановиться ну, там, ну, дочь смеется что, мама не можешь остановиться я говорю ну, да раз такая, ну доступная доступный маркетплейс сейчас здесь почему бы не попользоваться в общем, я заказал еще один набор и вот он придет я вам покажу ну, невозможно было не заказать предложили такую цену что отказаться было невозможно да, от этого предложения так что я в конце недели вам покажу так, ну и все пока пока все потом уже по ходу что будет то и буду снимать друзья мои у меня сегодня 26 сентября ну, предыдущие дни были холодные ночью холодно мороз сегодня сильный в ведре вода замерзла сейчас бы ветра не было прохладного было бы идеально 25 градусов на улице ну, и вот такой пейзаж, конечно уже, смотрите небо какое чистое пейзаж, конечно унылый уже вот здесь все сухое здесь вот дельфиниум летом красиво так рост цвел цветочки были да, там вот этот топенамбур что с ним делать вообще с топенамбуром кто-нибудь может знает для чего он мне я не знаю мне просто привез как-то посади, посади ну, понятно у него там дебет да и он тоже ничего не делает но он я теперь как бы избавиться от него не могу ну, здесь ладно там, ну, с другой стороны он там заполонил уже все вот и я решила ну, немножко перерыв сделать себе и попить чайку синенького фиолетового он фиолетовый становится из-за лимона так он синий лазурный чай попробуйте я правда туда добавляю еще листья малины мяты ну, вот то, что насушила свой чай что-то у меня так быстро уходит мало сделано вот побольше насушить всякого мята там все смесь у меня так вкусно получается малина мята смородина мелиса мята двух видов лепестки роз вот классный чай всем привет я к вам с законченным процессом от искусницы радужное настроение набор для вышивания крестом 8-10 на 120 клеточек мулины непонятно какое качественная канва написана 14-го каунта инструкция цвето-симонная схема значит схему я вам показала уже можно сказать хотя что тут по ней можно увидеть ничего в общем вот инструкция идет все и на этой стороне морда кота и как что вышивать петиты там кстати говоря да мне написали написала девушка что она еще начинающая вышивальщица и она не знает как вышивать петиты как что посмотрите в каждом наборе есть инструкция как что вышивать в каждом наборе в пане там вообще целая целый талмуд выложен вот здесь вот тоже посмотрите все есть вот как вышивается петит вот он прям вот видите то есть одна клеточка делится на 4 части и маленькие такие крестики вот вышиваются вот они либо так идут могут конечно быть вот так ну примерно я рассказываю также вот комбинированные стежки вот все есть нитью разного цвета вот эти вот комбинированные а вот эти вот как они как-то называются они еще на 2 вот по-моему клеточки еще как-то недокрестиками что называется забыла вот тоже начальное крепление нити стежки петит вот шов строчка как все да ну примерно хотя бы показано крестом как надо в одну сторону идешь вторую закрываешь вот так вот так что здесь все в инструкциях сказано и вот тут тоже вот смотрите есть вот все 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 описано лучше конечно петит вышивать на равномерной ткани тогда вот ну как бы за одну ниточку переплетения вы там видите да здесь вот здесь получается в середину на аиде господи что у меня за язык на аиде вам надо делать в середине прокол клеточки и вот ну там немножечко да неудобно поэтому я вышиваю набор искусницы если есть да вообще все наборы надо вышивать из-за их очень крученого бэка так ну и так вот у меня готовый сюжет так уж извините за край он у меня тянуло так натягивало что распорос так это что такое вообще вот еще я конечно буду я вчера хорошо вроде отгладила все и хотела еще прошить и забыла ладно все равно натягивать надо будет ну да все равно надо прошить вот вот что у меня получилось размерчик небольшой тут получился я уже мерила но к сожалению ничего не помню как обычно вот 13,5 да я вчера замеряла вот здесь смотрите если брать вот от этого края до этого 13,5 и вот здесь где-то там слегка вот там было пару клеточек вверх ну да 20 см где-то выходит так по саге посмотрим сколько там у меня сейчас мы все с вами по размеру скажу на 30 каунте на 30 через 2,13 половины на 2,1 ну примерно так у меня и получилось даже после стирки примерно такой же размерчик и остался хотя я видела как она прям усаживается но я вот ее когда стираю и вот так вот растягиваю в разные стороны чтобы потом конечно с сыром виде отглаживаю но еще буду гладить я буду оформлять вот так что здесь еще у нас 14 цветов нитки я не знаю какого качества хб они хб нитки хб девочки мальчики в принципе нормальные нитки ну знаете что хочу сказать что у меня 30 каунт не 27 не 28 да я взяла и белые и черные нитки на этом на этой основе вот они светили немножко вот постирала конечно кошачьи кошка с кошкой кошачьими волосами как же без этого постирала все равно вот так ну-ка я попробую свет включить хотя у меня возле окна снимать солнечно там солнце прям уже вот посмотрите они светили еще больше были мне кажется ну в принципе такие остались и груни сильно подсели белые немножко выровнялся цвет вот и бэкстич здесь вот всего вот он вышивается петит конечно да я под лупой вышивал на 30 вот еще такой совет если вы взяли ну 30 32 каунт да например я так делала хотя даже на 28 когда ангелов вышивала лица у них я не делала крестик петит я делала такой маленький полукрестичек он красивее смотрится и ровнее хотя вот как полукрест вроде бы да где-то у меня видео есть ну на ютубе точно есть на рутубе есть эти видео с ангелами уже теперь но сюда надо тоже надо как-то перекинуть эти видео вот ангел от лаванды ангел-хранитель и ангел утро есть и вот там ангел утро там прям сразу рекомендуется вышивать петит но я там вот вышивала полукрестом и она такая прям гладенькое лицо такое а там а иначе там вообще знаете даже на 28 будет глаза в кучу потому что там прям вот глаза вышиваются вот эти все вот этим петитами там один крестик тут один на тут вот как бы не сплошным цветом вот но вот можете да вот вышить просто полукрестиком они просто гладенько так будет красиво смотреться в принципе и так хорошо но здесь прямо вот видно черный как будто вот здесь толще да он выделяется как-то я вот вижу вот и красный такой но получается такой носик даже немножко так выделяется над крестиками вот взгляд у кошки такой же как у муськи был такой же какой-то немного строгий вот вот такая вот кошечка получилась вот вот эти вот петитики я вам просто показываю и рекомендую ну 30-32 представьте крестиком вышивать по такой мелочи вот этим петитом то есть вот вот она сейчас еще ближе вот через одну вот так вот я сейчас не вижу конечно но вот представьте вот через одну ниточку переплетения вот этого вы должны вышить крестик вот тут вот это конечно очень мелко получается я через лупу только это смогла сделать причем здесь там не чуть-чуть надо было довольно-таки большое количество тут сколько-то 418 было петитов вот вот так вот нитки у меня все остались вот они вот все остались все есть вот оставлю не знаю мне вот эти нитки не нужны вообще дочери тем более тут не нужен уж кому нужно не знаю вот я единственное что мне спрашивают мне идти отправлять неохота иногда бывает что это не совсем вовремя да ну ладно сейчас кстати можно через авито доставку сделать что здесь телефон и получается дешевле мне так дочь посылку просылала так дальше что еще здесь здесь вообще 6127 с половиной крестиков петитов полукрестиков и бэкстича бэкстича здесь вообще мало только на усах и все больше его нигде нету вот здесь чистых крестиков 5298 и ушло у меня 6 вышивальных дней вот сейчас покажу тут конечно отсвечивать все вот так вот вот видите как я вышивала это все не спеша никуда не торопилась ну нет вообще-то тут и по 1200 торопилась вру когда у меня такое количество я торопилась явно куда-то хотя говорила что я не буду торопиться но знаете села вышила вот как раз 24 например да 23 я заканчивала эту ну как бы неделю потом по-моему 24 я по-моему 24 что ли а нет 23 да вышло 843 крестика думаю ладно завтра еще продолжу во вторник 24 вышел 1366 думаю ну и что там осталось уже там около что-то 2000 что тянуть я буду на 2 недели нет довышиваю и вот довышивал осталось мне только оформить вчера я постирала что-то мне в это место не нравится все ну я еще раз отглажу посмотрю перед оформлением осталось оформить и вот вчера вот смотрите здесь вот если в рамочку ну тут еще надо учесть что вот это место должно вот с этим совпадать то вот это вообще впритык я так посмотрела здесь думаю оказывается здесь вот смотрите вот типа так надо оформлять ну так ну так честно как бы да вот здесь оставлять некрасиво же правда же здесь вот сколько 2-3 крестика нет так не должно быть она должна быть прямо в край идти тогда конечно ну здесь вот просто если делать вот так вот впритык вот сейчас я возьму линейкой покажу впритык вот например вот рамка должна быть будет же вот это вот идти впритык то вот здесь прям впритык ну вот как они так сделали чуть-чуть бы сдвинули эти шарики ну вот так ну так вот ну как бы вот здесь тогда надо было дошить тогда дошить что ли крестики дошло наконец-то когда утки на 30 суток да наверное я так и сделаю несколько крестиков вот просто пущу черным вот так вот закрою вот тут лишняя работа вот кстати говоря да ну ладно я попозже сделаю перед тем как оформлять соберусь это недолго будет пару рядов вот сюда чтобы вот это вот вот так вот вошла вот этот не впритык как бы не с ельской ну на самом деле немножко вот как бы неправильно производитель все-таки я считаю сделал так не должно быть вот здесь вот даже вот если вот так брать да она тоже впритык ну оформлять же вы не будете ну как это вот прогал вот этот вот понимаете ну как это ну чё это куда наделась кошка там растворилась что ли где-то как не будет вы естественно вот этим углом оформлять будете придется дошивать два этих чтобы хотя бы этот немножко нормально смотрелся вот-вот ладно хоть дошло немножко до меня как же делать все. Вот хорошо в процессе съемки, рассуждений ты что-то начинаешь хорошо соображать, и еще больше. У тебя идеи еще кое-какие появляются, да. Можно даже три ряда добавить, ничего не будет страшного. Вот здесь вот видите, много места. Так что вот так я сделаю. Добавлю, просто черным вышью. Вот здесь, может, что-нибудь там серенькое вот тут вот с краешку вот так скашу немножко, и все. Сделаю. Ничего страшного. Ладно уж. Еще раз намочу, потом, чтобы прогладить. Потому что пяльца останутся, на тебя йоджи придется. А маленькие, наверное, возьму какие-нибудь, чтобы уж не рвать этот конец. Край. Край. Нет, господи. Просто когда снимаешь, действительно у тебя в голове немножко как-то сумбур и каша начинается. Ты хочешь все сказать, и все быстро. И это чтобы не забыть, понимаете, все. Вот. Вот так. Так, я техническую сторону вам рассказала, да, что, чего, кого и как. Схему мне сделала Наталья Самохина. В прошлый раз я в инфобокс забыла загрузить. Потому что надо, вот знаете, надо ставить просто загрузку, как бы запланированную на такой-то день, на такой-то час. Вот в Дзене можно это сделать. В Рутубе там вообще ничего. Там даже заставку поставить нельзя на видео, если ты через телефон грузишь. Может, кто подскажет, как вы там это делаете? Через телефон, я имею в виду. Тем более, что если Android и iPhone, может там разные даже функции быть. Сейчас у меня обновлений на Рутуб не будет. Так, вот. Ну, может, через ноут-то можно, а через телефон нельзя. А через ноут грузить, это то еще удовольствие. Значит, когда в спящий режим уходит ноутбук, там у меня, значит, Рутуб уже ничего не грузит. В спящий режим это просто экран закрылся, и все, и все, и Рутуб закрылся. Там вот я не знаю, как заставки ставить. Вот. Ну и здесь тоже забыла в инфобокс загрузить, когда меня спрашивают. Я уже думаю, ой, мам, дорогая, мало того, что загружать, видео забывать, еще и в инфобокс. Сама наговорила, загрузить ее данные забыла. Автоматически вот через ноутбук в Ютубе можно там автоматически в настройках вот эти все загрузки идут. Студии там тоже нельзя, вот на телефоне, который есть. Там тоже, если видео загрузится, оно будет без инфобокса. Вот поэтому. И также на Дзене. На Дзене я не пробовала. На Рутубе, по-моему, нигде нет. Вот через мобильный, чтобы загрузить вот в инфобокс автоматический. Ты его постоянно должна загружать и не забывать об этом. Ну, такие технические моменты. Так, что-то еще. А, да, по поводу комментариев. Тут зашла сегодня отвечать и, извините за слово, обалдела, думаю, нажала на непрочитанные снова. И там, ну, я до этого все читала, я до этого отвечала на каждый комментарий. И там столько комментариев было непрочитанных еще за несколько месяцев вперед. Ну, пусть там даже просто девочки ставили сердечки. Все, они все равно не лайкнутыми у меня были. Думаю, ничего себе. А где они были-то вообще у меня? Где пропадали? Где вы были? Комментарии-то тоже немножко, наверное, подтупливаете. Ну, и раз, как и у Ютуб, тоже такое же было же. Пишут комментарии, комментариев нету. Потом я их через несколько месяцев нахожу. Ну, такой глюк бывает. Но я еще на те комментарии за последнее видео-то все вроде отвечала, отвечала. Потом не заглядывала, наверное. Там набралось много комментариев. Вот. Так. Вроде все сказала. Если что, извините. Просто проглядела, наверное, где-то. Что-то надо в студию тоже заходить, в студию все проверять. Вот. Так. Ну, вот что у меня получилось. Смотрите, рамочка прям как хорошо сюда, да, подходит. Сейчас я сфоткаю дочери, пошлю. Ну, и вот здесь вот технический момент этот мы переделаем. И все будет нормальным. Вот так. Так что вот такой наборчик у меня пока что вышелся на этой неделе. Что я еще вышью, я не знаю. А у меня уже сегодня пятница. А вчера я начала вышивать сливы. Там тоже осталось всего 3000 крестиков. Но дела есть какие-то какие. Но все равно мне хочется его закончить. Так. Ну, ладно. На этом пока все. Сейчас я вам прям небольшие такие, небольшущие покупочки покажу. Вот ткань купила. Значит, она 35 на 47 сантиметров. Цвайгард Кэшелл. Стопроцентный лен. 28-й каунт. 309-й цвет. Смотрите, какой он. Вот я не знаю, как он вам передается. Ну, вроде как бы, да. Вроде как, естественный цвет. Ну, вот он, вот вы смотрите, очень похож вот с этим вот бежевым. Да, бежевый такой цвет. С зеленцой какой-то. Вот этот вот. Ну, этот просто бежевый. Ну, мне нравится, что они друг другу подходят. Я хотела именно что-то такое с зеленцой. Ну, вот это правда. Ладно. Ну, мне нравится. Мне нравится то, что теперь пришло. Теперь можно начинать вышивать. Вот. Так что он вот так упакованный. Я не знаю, что вот здесь производитель. Все, можете посмотреть. Адрес, импортер. О, чудесная игла. Хух. Ничего себе. Надо же. Только дошло до меня. Чудесная игла, значит, так нарезает. И смотрите, что в магазин вот этот. Я надеюсь, это вот эта же чудесная игла, да? Все делает. Ну, ладно. Хорошо, хоть так. Так, ну, теперь я довольна. Моя душенька довольна. Так, еще я вот такой, смотрите, купила наборчик. Я как-то летом зашла, ну, что-то в этом, как в Балдерис, по-моему, искала-искала. Что искала? Не знаю, не помню, но нашла в такой набор. Она скинула дочери. Она мне вот рассказывала, что у моей внучки есть подружка. Это Вероника, это Вика, Вика Вероника, что они вот такие вот друг с другом так хорошо ладят, дружат и так далее. Все вместе там. Они и садика забирают, бывает, ну, со школы сейчас вот так. Вот. И она все про нее там, как у нас была, рассказывала. Вот. И как-то по фото, по видео же я их вижу, все-таки знаю, да. И вот этот набор, когда увидела, думаю, мама дорогая, так похожая, прям, одна светленькая, другая темненькая. Ну, на младшую внучку не похожи. Они обе светлые у меня внучки, и та поменьше, да. Это вот как бы одинаковые такие девочки на велосипедах. Так даже одеты, так по-модному, да, называется этот набор банда. Вот. Это РТО. Артикул вот здесь можете видеть. 27 на 23 сантиметра. Нитки Мулине ДМС. Знаете, я их купила за 975 рублей, этот набор на Озоне. Просто положила себе в корзину, там тысячу с чем-то он стоил, тоже, как и на ВБ. В принципе, одинаково. Но я думаю, ладно, потом куплю. А тут раз мне приходит сообщение, продавец предложил ему такую скидку. Я думаю, да ладно, да ладно, что я буду ждать, думаю, когда там хороших времен, что ли, надо брать, да вышивать его. Здесь вот этот момент, он вообще вышивается полукрестом. Полукрест, и здесь девочки только крестом, видимо. Интересно, есть сага к нему? Надо у РТО спросить. Сравнительно, по-моему, недавно вышел как-то этот набор. Здесь дата-то не стоит, конечно же. Ничего. Ну ладно, мы все узнаем. Художник Марина Игнатова. Разработка схемы Татьяна Мещерякова. Вот здесь, значит, за такую цену составе нитки DMC, да? Ну смешно же. Канва 16, тут не написано какая, но, видимо, просто канва 16 известного происхождения. Ну ладно, я все равно ее заменю на 30 каунт и вышью. А вообще, вот сейчас опять смотрю и мысль такая, думаю, может какую-нибудь такую, вот знаете, основу взять, авторскую, да, ну, нескольких цветов, да, вот так и вышить. Или не надо? Или не стоит? Мне кажется, не знаю вот, как будет смотреться. Мне кажется, вот все-таки вот этот белый, он как-то оттеняет их вот эту вот картинку именно. Мне кажется, так и должно быть. А то просто вышлешь девочек, скучно будет и все, да? Нет, наверное, так и оставлю, просто возьму лен. Не лена у меня там, что? У Бельхор есть 30-го каунта белый и на нем вышлю. Вот так. Этому я очень довольна и рада. Так, еще я, знаете, что взяла, вот чтобы не попадались на такие моменты, мне нужен был мел для, значит, изготовления меловой краски. Там идет карбонат кальция. Я недавно купила мастер-класс по изготовлению красок. Все-таки решилась, что надо как-то к этому профессионально, подходить, а не красить, чем попало, еще и вам рассказывать. Вот, я все это, ну, просмотрела мастер-класс и изучила. Там мастер-класс перекраска мебели идет. Ну, какая разница? Марама крастили, мебель. Ну, тем более, что я мебель все равно покрашиваю уже давненько. И чем только уже, какой только краской не пробовала красить. В принципе, для перекраски идет вся краска. Для перекраски мебель идет все, что угодно, любая краска. В принципе. Но мне хотелось именно меловую вот эту структуру, рамы красить, чтобы вот такие вот они были немножко матовые, такие структурные, да. И, ну, я посмотрела мастер-класс, там надо, сказали, не надо вот такой мел простой, надо карбонат кальция. Карбонат кальция, это значит, вот этот, который для этих красок предназначен, это крошка мраморная идет туда. И они отличаются от вот простого природного мела. Вот посмотрите, там как-то мелковато было написано, что вот для меловых красок, но это введение в заблуждение. Я уже заказал совсем другое. И тут 30... И вот цена, цена-то, вот зачем они пишут, скорее всего, из-за того, что цена-то идет на него дороже, все-таки природный мел, да, который кушать можно, либо тот мраморный окрошка, который, ну, как я понимаю, путем размола, там, наверное, каких-то остатков от мрамора идет, вот. Ну, лучше, короче, как ингредиент для краски, чем простой мел. Вот. И краску я уже заказала, все, с какой я буду смешивать, какой я буду красить раму в дальнейшем. и сцепка лучше, и структура лучше, ну, вообще все лучше. Вот. А это вот ввели в заблуждение, цену, конечно, 120 рублей за 300 грамм. Ему красная цена за килограмм 120 рублей. Вот. А для этого нам, скорее всего, и делается вот этот момент, что для меловой краски ввели в заблуждение. Да, можно его вот сейчас просто в краску добавить, побелить стены этой краской. В общем, дальше, что я купила, я вам уже говорила, что хочу овальную раму. И заказ... Вот она у меня лежала, что-то вся вот пока лежат, они вроде, никто их не трогает, ну, какие-то вот... Ну, ладно, перед натяжкой, все. Заказала вот такую раму овальную, и вот она... жалко, что не видно, я фото еще вставлю, сделала фото. Что скажете на этот момент? Рама мне понравилась. Единственное, что мне не понравилось, да, тут еще задник есть, его красить надо будет белым. Сейчас покроем задник. Ну, можно, конечно, бумагой оклеить, но это все опять... Мне последнее время понравилось, чтобы покрасить задник, и натянуть на него акриловой краской, вот эту возьму, которую делала на той основе, что у меня есть. Ну, ничего, я на той основе тоже как бы выкрасила, да, все, ничего, держится эмаль акриловая. Ну, вот именно те, у кого я мастер-классы смотрела, просто бесплатно, там говорили эмаль акриловая, а здесь немножечко все по-другому. Вот девушка, которая занимается сама производством красок и продает их она, вот, и перекраской мебели, поэтому вот я все-таки профессионально решила подойти к этому вопросу, вот. И рамы тоже можно вот этим будет красить. Так, и что я хочу сказать, ну, что вот, ну, в принципе, да, мне нравится, мне нравится, мне нравится. Ну, я сейчас приложу вам круг, давайте посмотрим еще круг, что будет, что скажете. Ну, имейте в виду, что здесь покрашенный круг уже, хотя бы белый, он, конечно, немножко в плюсе идет, белый цвет сейчас, но, в принципе, и то, и то, мне нравится, и то, и то, и то. Ну, вот эта вот рама, вот, я хотела под другой процесс, она под тот не пойдет, хотя здесь написано было, что, вот куда у меня 50-сантиметровая линейка уже исчезла из комнаты, кто там у меня что мерит, 27 сантиметров, что ли, она вот здесь, я брала 30 на 40, да, да, все правильно, 30 на 40, значит, 27 на, не на 40, там поменьше, но будет, где-то, ну, я так, на 37, там, ну, так, там так и указано, на то у меня, значит, это на то не пойдет, на зимнюю прогулку, там поменьше размерчик надо, такой бы 25 на 35, чтобы вот внутри был, вот это поменьше, вот тогда пойдет, поэтому, поэтому это вот, ну, либо сюда, либо останется пока, ну, мне нравится, я не знаю, как вам, что скажете, конечно, так вот, ну, вот так, что, вот давайте я вот так разверну, вот так лучше будет видно, а вы, если что там, скрин сделать, перевернете его, вот, вот, в раму мне понравилось, все, задник есть, мне не понравилось, я им написала подвес, куда я его делаю, даже уже не знаю, один всего подвес, который я, как бы, идет, они идут в комплекте, всегда два подвеса, даже если покупаете упаковку, они всегда по два идут, и к ним идут саморезы, здесь даже самореза не было, не было самореза, один всего, а надо, как его вот сюда, если закрепить один, как его там даже, я не знаю, куда он делся, где он, у меня, но я похоже, не могу показать, просто для понятия, вот, я вам для наглядности хочу показать, у меня вот целая коробка, да, всего этого, вот такие вот саморезы, они, вот видите, упаковка идет, например, почему я возмущаюсь, вот, вот сюда, какой гвоздик только, если какой-то, вы вбиваете, если крючочек уже, ну, на вот эту картонку, вы как его прикрепите, проткнете на свете, здесь нету акрилового стекла, вот здесь, как, вот, сейчас я покажу, ну, никак, тем более, что если я вешаю, например, ну, вот сюда, вот тоже опять, как, подвес, гвоздик торчать будет, их вообще делают вот так два, между ними натягивают, вот, и к ним идут всегда, вот я покупала отдельно, саморезики, а без них никак вы ее-то не прикрутите, имейте это в виду, что у этого производителя, и у тех круглых рам, то же самое было, там, правда, саморезы были, но не было, но был всего один, я свои крепила, вот так, потому что я вешаю на крючки, так, ну, вроде, так, все показало, да, вроде все, ну, вот, жду просто вашего мнения, что скажете, на следующей неделе будем с вами оформлять, тогда, что напишите мне, ну, это уже, конечно, на Дзене все будет согласовано, быстрее, чем на, пока выйдет на YouTube, но все равно, тем не менее, просто, ваше мнение мне будет интересно, по этому поводу, вот так, и хочу вам еще показать, оформленную работу, задник еще не прикрепила, извините, что на диване, но вот здесь просто, самое нормальное, не отсвечивает ничего, то, что я могу показать, это я сняла, сейчас возьму в руки, вот этот сюжет, отсюда вытащила, ну, не хочу я его видеть, не нравится мне, пусть пока отстоится, потом, когда-нибудь захочется, оформлю, второй, даже ее может быть, пока он мне не нужен, но рама такая вот у него классная, как раз прям под этот сюжет подходит, и паспарту, смотрите, как здорово, здесь, конечно, еще бы краешек был, такой темненький, да, как окантовочка, вообще было бы здорово, ну, вот, ну, вот так вот, там все, конечно же, сейчас поближе, вот с этих сторон все впритык, извините за палец, но все как на картинке, все как вот на превью я сделала, так, там так нарисовано все, ну, там бывает, что, конечно, обрезано все на превью, и так тоже бывает, просто я смотрела оформление в паспарту, вот именно такие были все, именно так оформлены, вот, так что, так что, так что, вот так получилось у меня, мне, мне теперь нравится, в той раме мне, ну, сомнения какие-то были, а теперь, пусть лежит куда-нибудь пригодится, мало ли, что я вышиваю, да, и вот как-нибудь, уже будет возможность, я, конечно же, его подарю, 30 сентября, у нас плюс 30, ну, летом не было, наверное, поэтому теперь у нас тут, мини-лето такое, завтра вроде как, похолодание будет, но, не знаю, насколько, там стоит плюс 18, 20, ну, плюс 5 градусов, к этому надо еще добавлять, небо чистейшее, вот прям, не облачко, хотя с утра были облака сегодня, я думала, будет прохладно, ночью холодно, нулевая температура, на той неделе у нас даже было, минус, наверное, 5 точно было, минус 4, буквально вот несколько дней назад я выходила, в ведре вода со льдом была, прям вот 2-3 дня назад, а сейчас, ну, холодно ночью, и вот солнце садится, холодно прям сильно, и уже без, вот как я сейчас, в одной футболочке, можно сказать, не выйдешь так, надо одеваться, вот уже все желтенькое там, вот это яблони пока еще, она сохнет, видно, не желтеет, листья же сохнет, и там вот яблони есть, которые у них просто, там, конечно, вот жаль, что они не выкосили, у меня полотенчик здесь висит, вот, единственное, мне не нравится, здесь бассейн, как-то еще прикрывалось, вид теплицы, но в остальном, в других местах, просто если повернуть, качели наоборот, к саду туда, да, то солнце в глаза будет, я сейчас сижу, солнце мне в спину, и вот здесь оно, с этой стороны, потом к вечеру, летом вот там прям заходило, сейчас оно, вот у меня два часа дня, где-то, ну вот оно, идите, вот, невысоко оно сейчас, уже все, хотя еще греет, и светит, и греет, ну вот так, немножко вышло, сегодня отдыхаю, вдруг завтра уже, ну все-таки холодно станет, там еще холоднее, вдруг это был последний день тепла, такой вот, вот, волочки у нас, конечно, тут немножко, как во дворе, все на свете, ну ладно, на следующий год, я думаю, муж освободится, когда все закончится, еще, я не знаю, сколько еще, будет продолжаться, это уборка, белый голод полетел, там где-то, ну, не видно, ну, скосит все это, безобразие не оставит так, не оставит так, всем привет, я к вам, друзья, опять с законченным процессом, и заканчиваю этим, и неделю, все, что я наснимала на этой неделе, да, и заканчиваю этим самым сентябрь, первый месяц, осени сентября, сегодня у меня 30 сентября, завтра последний день уже этого месяца, но заканчивать я буду уже сейчас, и я вам сейчас хочу показать свой законченный процесс от МП Студии, боже, опять забыла, как называется, садовые, называется он садовые сливы, так, ну вот, где тут артикул, вот он, да, артикул, видите, нарезка здесь 1 метр, нитки гамма, здесь канва была белая, 16-го каунта Аида, так, что еще, дизайнер Надежда Казарина, вот здесь все написано, размер готовой, работа 27 на 17 сантиметров, вот и все, и вот моя готовая работа, я вам дальше буду читать, что тут еще, сколько цветов, ну здесь, а вы рассматриваете, так, здесь у нас было 35 цветов, ниток мулине, 16-й каунт, значит, я уже сказала, ну, я поменял на Мурана 32-й каунт, цвет 7011, серенький такой цвет, может быть, вам там еще и видно его, нет, здесь немножко съежилось, все-таки, село вот так немного, да, так, ну и сколько же здесь всего крестиков, полукрестиков и бэкстича, всего здесь 10246, вот, всего вместе, и ушло у меня на это все, все 16 дней, начинала я 24 июня, этот сюжет, и вот закончила его буквально сегодня, 30 сентября, ну и тут дошивала, значит, 485 полукрестиков и бэкстича немножко, то есть я дошивала нижнюю часть вот здесь, бэкстич и вот полукрестик сегодня, вот так вот я буквально эти дни заканчивала, вот эти, вчера, вчера, по-моему, я уже приступила к нижней части, да, вчера, в понедельник, в воскресенье же было, да, вот эту часть, а вот в субботу я заканчивала здесь вот все, и бэкстич сделала, переставила пяльца, спустилась вниз и закончила вот это все уже, крестик, в общем, немного, да, здесь всего, ну вот если по крестикам, то 8806 крестиков и 641 всего лишь полукрестик, они вот здесь полукрестики, немножечко совсем, и вот здесь, все, я даже смотрю, думаю, откуда там 600-то набралось, совсем-совсем чуть-чуть, вот, то есть, как бы, если, как говорится, могу, могу, если хочу, да, то есть, решила закончить летние сюжеты некоторые, может быть, еще один какой-нибудь закончу, и вот собрала все силы, и все-таки в сентябре у меня, это какая-то третья работа, по-моему, законченный процесс за сентябрь, ну что, это даже очень хорошо, что тут скажешь, это я, вернее, как двоечник, который летний, когда домашнюю работу летом не сделал, который он делает осенью, всю домашнюю работу за летом, вот, и я тоже так же выполняю домашнюю работу за лето, заканчиваю летние некоторые процессы, ну, этот был, конечно, начат в этом году, этим летом я его планировала в июле закончить, но не закончила, планировала в голове, но не сложилось, ладно, зато сейчас вот как бы осень, сложилось все, сборка урожая, и я его закончила, этот сюжет замечательный, так, сколько же здесь на сколько крестиков, сейчас я вам скажу, здесь 19, 105 на 169 крестиков, вот по саге размер 19 на 30 идет, если на 14 основе, ну, у меня же мурана было, так, мурана, через две ниточки, 16,6 на 26, то есть, вот там, наверное, вот этот полностью размерчик только дается, скорее всего, от этой ручки до этой, вот, ну, примерно так и есть, чуть-чуть там воздуха, если добавить, прям, по полмиллиметра, да, так и есть, такой размер, вот, вышивала я, конечно, по электронной схеме, но в наборе есть, бумажная, мне в одном месте, вот здесь, вот, там были крестики пропущены, и этот момент смутил, я вчера открыла схему, посмотрела, по-моему, я ее даже и не смотрела, вот здесь, там, в перенаборе была, ну, ошибка пропуск крестиков, я это сделала здесь, уже сама догадалась, что что-то не так, и, значит, что зашила, так, ну, а здесь, ключ получается, вот на этой схеме, вот он идет, на этом листе, значит, получается, 4, ой, 4 листа, а4, если их так правильно говорит, по размеру, да, вот на двух листах, но вот их вот, вот этой схемы, это кто по бумажной вышивает, вот такая схема, довольно-таки, я думаю, круп, крупненькая эта схема, ниточки, вот, гамма, вот они, все хорошие ниточки, сейчас гамма, прям прелесть, прелестные вышивать, ими, одно удовольствие, прям даже, я не знаю, как, не отличаю, мне такое ощущение, что они отличаются особо сейчас от DMC, как будто вот такие вот шелковые, нежные ниточки, вот смотрите, сколько всего осталось, если кто хочет перевести на 14-й каунт, ну вот, вот вам что, я, наверное, бы не особо рекомендовала, есть риск, что некоторых ниточек не хватит, вот они, такой вот момент есть, ну и если у вас есть электронная схема, производитель к этому набору не предоставляет никакой электронной схемы, то вот здесь вот есть, значит, метр в пасму, шесть нитей, вот вычитать прогресс, тоже можно, все дано, у меня вот здесь, видите, сразу ноль, то есть, я закончила все, закрыть эту, можно пересчитать, вот на 32-й, значит, каунт, сколько ниточек здесь дано, на 14-й каунт пересчитать, сколько нужно, и смотрите сюда, пересчитывайте, хватит ли вам тут по пасмам, тут уже, тут метр нитей, то есть, вам как раз хорошо будет пересчитать, вот, ну, смотрите сами, если хотите рискнуть, просто многие не нравятся 16-й, ну, каунт мелковатый, да, 18-й, ну, вот смотрите, вот, вот этих ниток, вот осталось по пасме, то есть, даже меньше пасмы, я не знаю, вот, если будете менять, вот зеленых, вроде как бы, ну, здесь вот совсем чуть-чуть, вот здесь, то есть, если у вас, конечно, есть запасы, ну, нитки гамма же, они гуляют в цветах, поэтому я не знаю, стоит рисковать или нет, вот, в принципе, и у меня тоже, не ахти там зрение, но, я вышивала на мураном, было нормально, даже, где слупы, а где и без лука, вышивала уже, вот так, вот, что у меня получилось, прекрасный сюжет такой, старенькие, ободранные бетончики, кастрюлька, ну, мне кажется, такая слива крупная, если, если вот брать бетончик, да, литровый, двухлитровый, да, там такой, вот такая вот слива, надо сходить, у меня нет слива, сходить, купить сливу, темную какую-нибудь, да, и сфотографировать, бетончики у меня все перекрашивают, ободранных нет таких, что-то поискать, если только, ну, складывать бетончики я не буду, естественно, ну, что-нибудь, просто, просто со сливой, сфотографировать этот сюжет, хотя бы, да, так, поближе поднесу, вам покажу, она еще сыроватая, ей еще сохнуть, у меня здесь вот пятно какое-то образовалось, я не, я руки мою, сажусь, да, здесь были пяльца, я не ем ничего, и после еды, и руки мою, когда сажусь за вышивку, за вышивкой, ничего не ем, не пью, потому что знаю прекрасно, что я могу, там, что-нибудь пролить, это не моя, значит, тема есть за столу, вне стола, там где-то, вот, поэтому, не знаю откуда, вот здесь вот пятнышек сейчас гладила, утюг прыскну, но я перестираю все, и все равно, посмотрю сейчас, может оно не войдет, в этот, в рамочку, сейчас покажу рамочку вам, вот, небольшой сюжет, мне не охота руки, конечно, вам показывать свои, но, сами представляете, вот, маленький, да, всего 10 тысяч, там, и у меня есть вот такая рамка к нему, как раз это пятно не влезает, можно, конечно, оформить, ну, здесь, как бы, не полная зашивка, паспарту, я не знаю, стоит делать, не стоит, можно, можно оформить паспарту, конечно, если вы хотите, вот так положу, вам покажу, у меня есть вот такая рамочка обшарпанная, тоже, покупала специально, да, сразу летом под этот сюжет, потому что была уверена, что я его вышью, мне нравится, она, конечно, такая сероватая, не голубоватая, была бы голубоватая, была бы вообще идеальна, да, но она серее, чем вот эти, вот эти бетончики, но, тем не менее, она обшарпанная, хорошо смотрится, мне, мне вот сейчас в камеру смотрю, мне нравится, как смотрится, все прекрасненько, и можно на стену повесить, для вас могу сказать, что и вот в такой раме она будет хорошо смотреться, но поменьше, поменьше, вот сейчас повернем, давайте с вами, поменьше надо здесь, слишком большой, мне кажется, вот здесь объемчик, вот чуть-чуть, вот если вот так вот, это 28 на 38, да, вот здесь внутренний размер, надо будет 25, если еще по 3 сантиметра здесь убрать, ну вот 28 этажа, минус полтора, ну полтора сантиметра с краев, и здесь вот даже, не знаю, 20, наверное, мало будет, 20 на 30, где-то примерно вот так, поменьше, можно в овал оформить, красиво будет, в овал оформлена эта работа, будет необычно смотреться, да, я уже задумалась, сама, сама себя ругаю, хватит этих овалов, их и кругов, наверное, ну, просто я думаю, сейчас, если оформить, вместе с форизонтемой, не повесить, то будет красиво смотреться, в овале она тоже, вот, мне, наверное, больше нравится их красить, вот это вот, муки творчества, как покрасить, чем покрасить, как что, оформить, вот это все, что было интересно, и мне, и вам, вот, ну, в принципе, пусть будет так, не буду ничего придумывать, еще раз одну раму покупать, мне кажется, вот, я думаю, что это нормально будет, как вам, что думаете по этому вопросу, вот, такой летний-осенний сюжет, вот, слива, она еще продается у нас, сейчас пойду в магазин, к вечеру схожу, куплю, и уже у меня собралось, сколько там работ, раз, два, ну, как по меньшей мере, три работы, по-моему, которые надо оформить, под которые уже есть рамы, все осталось сесть и оформлять их только, ну, давайте с вами будем делать это на следующей неделе, я сейчас вечером схожу на азот, заберу свою мелую краску, намешаю тут, посмотрю, как что, потом вам покажу все видео, как и чем мы будем красить, кругу эту овальную раму, может, или круглую, ну, посмотрим, да, я решила, что мы с вами как-то совместно это, но больше всего мне уже где-то кто-то писал, а это я в своем, значит, чате с родственником обсуждала, понравился овал всем, вот, мне, конечно, тоже нравится овал, ну, почему бы и не круг, да, вот так, так что, что дальше на следующей неделе я буду вышивать, я пока не знаю, у меня, вот, посмотрите, я сейчас выключу здесь, что у меня здесь есть, вот, еще осталось с лета, вот этот сюжет, где 40% вышито, так, здесь вот 16, здесь 16, ну, эти, вот, про этот сюжет спрашивают, я уже объяснила, ой, про эти, про этот и про этот, да, я уже объясняла, что, ну, на данный момент мне пока, ну, вот, сейчас закончится осень, второй год затягивается, у нас осенние работы, ну, чего делаешь-то, а здесь надо сесть основательно, сидеть за ним, вышивать, и так же, как за этим сюжетом, у меня времени не хватает сидеть, вот, так долго, вот, вчера, вот, был, как бы, воскресенье, ну, рабочий день, у меня сегодня тоже, в общем-то, рабочий день, вот, поэтому, когда там садиться вечером, ну, что я там повышиваю, а мне хочется, вот, чтобы, наконец, наступила такая осень свободная, да, сесть в воскресенье, например, суббот, воскресенье, и повышевать, хорошенечко, какой-нибудь из этих сюжетов, вот, так, у меня еще, тут, из того, что осталось прошлогоднего, тут еще вот эти, конечно, вот еще сюжет, да, вот, пальцем вожу тут, ну, ладно, с елками разберемся, ангел исцеления все еще, висит пока, подвешен в состоянии, и вот, Дима, Диму надо вышивать, все, все говорю, но никак не вернусь, ну, естественно, вот, в парке, как там, в городском парке, или как он там называется, тоже, надо будет сегодня продолжить, пока еще я ничего не организовывала, из нового, вот так, вот такие вот дела, у меня на этой неделе, я вышивала всего два процесса, но я хотела их закончить, в сентябре, и я это сделала, чтобы закрыть, чтобы закрыть, в общем-то, этот сентябрь, я вру, у меня четыре процесса за сентябрь законченных, это у меня хризантемы, кошка, в нашем саду круг, да, и вот этот четвертый сюжет, так что, я тоже собираю урожай, исправляю свои двойки, наконец, которые летом нахапала, да, за летом, то, что не сделала, стараюсь, стараюсь, а если бы я летом старалась, да, я бы тоже, я бы все это повышивала, и навышивала бы, наверное, и я бы уже пошла дальше, шагнула бы дальше, вышивала бы осенние сюжеты, ну да ладно, так, ну что, на этом все, поснимала там немножко в саду, ну прям совсем-совсем чуть-чуть, 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 вот, потому что сегодня, как бы говорят, последний день тепла у нас, там как бы попрохладнее будет, у нас сегодня плюс 30, у нас лето даже продолжается, удивительно, один раз всего лишь был дождишко за весь месяц, представляете, так все было сухо очень в этом сентябре, в отличие от прошлого года, ну ладно, так, ну все, всем прекрасной осенней погоды, замечательных вышивальных дней, спасибо всем огромное за просмотр этого видео, большое-большое всем спасибо за лайки, за дизлайки, большое спасибо за ваши комментарии, на этом все, встретимся с вами в следующем видео, всем пока-пока, ну что, мой цветочный сад, убит морозом, розы я уже обрезала, все, 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 пора ему, ну, начинать отдыхать, вот, даже хоризонтально тут все-таки хватило, вот так, все солнечное, что-то желтое, зеленое, и красное, вот так печально сейчас все это выглядит, ну так и есть осень, и надеи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok